Ну я там вот сюда-сюда. Ну как? А как? Мне это надо, это мой ребенок, мне нужна информация. Чем отличается доля от прописки? Я вообще вот это хочу сейчас все узнать, понимаете? Вот я в этом пока, вот я же говорю, это моя точка роста. Мне надо в это идти, мне надо все-таки... Это такая, знаете, это все, что связано с бумажками, вот с какими-то такими делами, я это все всегда обходила. Все эти истории, потому что мне сложно в них идти, я человек творческий, я человек немножко хаоса. А тут я недавно пришла к тому, что надо, надо быть, иметь четкий план в голове, да, имеешь четкий план, ты идешь по нему, двигаешься как по лесенке. Вот. А вот эта вот история многозадачности, когда ее вот, я же вчера, кстати, даже эту тему поднимала. Поэтому вот это про долю, все надо узнать, долю выделяют, и тогда даже выписать не можешь, без представления другого жилья. Он же на словах только обещал, конечно, на словах. Ну, она не была Тосина, она была там просто прописана. А я ему, да, конечно. И я ему сказала, сделай тогда на Тосю дарственную. Как мой отец сделал на меня дарственную. Он, когда начал жить с другой женщиной и с ее ребенком, он сделал на меня дарственную. Потому что он понимал, в случае чего, как бы, чтобы эта квартира была моя. Вот то же самое, не дарственную он сделал, а завещание. Завещание мой папа сделал на меня. Я также разговаривала с Мироном, говорю, слушай, эта квартира не Тосина. Она была Тосина, пока ты был один. Когда ты женился, и у тебя родился еще ребенок, эта квартира не Тосина. Когда с тобой что-то случится, если вдруг, никогда, дай бог ему, жизни и здоровья. Но если с тобой вдруг что-то случится, то эта квартира будет делиться между тремя. Твоей женой и твоими двумя детьми. И долю будет тоже иметь жена. И твой ребенок уже получит не всю квартиру, как ты обещаешь, что это вся квартира Тосина, а лишь капельку, говорю. Он, нет, это квартира Тосина. Ну, то есть я так понимаю, что он типа там, типа там он все проговорил. Что вот это вот Тосина, а вот это вот, сейчас мы в дом переедем, например, да, это твой. Но законно она будет иметь права. И я говорю, послушай, ни одна женщина не откажется от условий для своих, от лучших условий для своего ребенка. Ну, короче. А прописка там проживает, но не доделает прописан собственником. Нет, не про прописку. Именно дети, они, они же имеют, как наследники, понимаете, право на квартиру, прописанное они или не прописанное. Но там как бы нюансы. Как узнала девочки? Ну, в сторисы, посмотрите мои сторисы. Я сегодня все в сторисах чуть-чуть проговорила. Надо было тогда документы. Он ничего, он с ним очень, ну вот я же вам рассказываю, девочки, но с ним очень сложно о чем-либо вообще разговаривать. Он кричит сразу, бросает трубки, потому что правда на моей стороне. Он знает, что он обещал. Он знает свои слова. А когда он не может за них, знаете, ответить и сказать, да, я поменял свое решение, он не может это сказать, да, я поменял свое решение. Он не может встать в позицию взрослого. Он начинает отмазываться, выкручиваться. Самое лучшее это нападение, это кричать. Он мне сегодня ясно сказал, ты сама приняла решение и уехала. Ты сама решила уехать отсюда. Все, что ты хочешь, он мне сказал. Все, ну то есть все его слова стираются вот так. Все, что он говорит, это не имеет веса. Поэтому так. Как Тося ходит в школу? Во-первых, Тося ходит в платную школу. У нас же, я же ее, она же у меня не в государственной школе. А во-вторых, у Тося, да, есть временная регистрация, конечно. Пусть выделяет долю в доме ребенку. Я согласна. Можете ему это написать, кстати. Я вас поддерживаю. Напишите ему, чтобы выделял долю в доме ребенку. Нет, девочки, она не поэтому ходит в платную школу. Вы что, серьезно? По временной регистрации можно абсолютно спокойно ребенка отвезти в государственную школу. У меня прилетала подруга сюда жить. И мама делала ее ребенку, семикласснику, временную регистрацию, чтобы он пошел в школу, в нашу там, на Говорово. Ну, где живет моя мама, короче. Поэтому, девчат, нет, не говорите того, чего не знаете. Это неправда. Такое ощущение, что он думает, боже, как вы мне надоели. И только рад был бы, если не было в его жизни и вас, Яна, и не Тоси. Это очень жестоко, жестоко. Ну, почему-то кажется, что это именно так. Это вам кажется. Он Тоси очень любит и звонит ей постоянно. Но есть жадность. И эта жадность, она вообще не связана с... Ну, как бы, понимаете, есть жадность у человека. Она патологическая. И это болезнь. Как и алкоголизм, например. Это такая зависимость от нее. То есть, что иногда даже ты не можешь со своей совестью... То есть, у тебя совесть так подгрызывает. Но ты ничего не можешь сделать. Вот как у алкоголиков. У них же тоже совесть. Ну, почему я знаю, это я проходила тогда со своим отцом. Слава Богу, он там сейчас не пьет. Но я знаю, он... Ну, то есть, за это всегда... То есть, как вам объяснить? Алкоголизм — это болезнь. Это... Ты ничего... Ты не хочешь этого делать. Ты не хочешь пить. Тебе это мешает. У тебя действительно совесть на эту тему срабатывает. В том плане, тебе стыдно за это. Тебе плохо от этого. Ты на дне. Тебе хреново. Но ты ничего не можешь с тобой поделать, когда ты видишь бутылку. Ни-че-го. Вот так же жадность. Тебе плохо от этого, что ты не можешь там дать ребенку, что ты пообещал или еще. Но ты ничего не можешь поделать со своей жадностью. Ну, то есть, вот... Ну, это болезнь прям, реально. Ночная кукушка дневной ситуации. Девочки, тут речи... Понимаете, ну, это, наверное, надо знать Мирона. Тут речи про женщину нет вообще. Речь только про него. Он такой человек. Он всегда будет все для себя максимально. Ни для кого вокруг. Ни для жен. Ни для детей. Для себя. Сначала все для себя. И потом на какие-то остатки для женщины. Так было всегда и так есть. И поэтому ему было со мной сложно. Да, я такая. Мне... Я не довольствуюсь мало. Поэтому ему было со мной сложно. Когда я видела, что он покупал себе машины за миллионы, там, знаете... Я помню, попросила. Ну, я рассказывала эту историю миллион раз, когда я просила у него на Уге 2000, там, или 3. Я не помню, короче. Не помню, может, 5. Вот. А он говорил, нет денег. Нет денег, нет денег. А потом, смотри, какую я машину купила, под окном Lexus за 8 миллионов. Это такой человек. Там про женщину нет речи. Там... Ну, это такой мужчина. Вот и все. То есть, такой он был всегда, такой он есть. С любой женщиной он такой. Просто есть женщина, которая это принимает, как его нынешняя жена, да? Она принимает. Ей чуть-чуть дали, как бы, и она довольствуется. Я не принимала. Он мне однажды сказал, а чего тебе не хватает? У тебя есть крыша над головой и холодильники, продукты. Что ты еще хочешь? Все. И тогда, кстати, я поняла, что это его максимум в отношении именно отдачи женщины. Для женщины. У тебя есть крыша над головой и продукты в холодильнике. Я говорю, ты знаешь, ты меня извини, но я не приехала из какого-то села. Я приехала из Москвы, у меня тоже была крыша над головой. У меня были продукты, и у меня были отпуски. Я летала, и машина у меня. У меня все было. А этим он может тыркнуть. Вот и все. Кого-то теперь. Нет, виноват или не виноват. Я его выбрала тогда, потому что он тогда соответствовал моей душе. Перекрывал там, например, я думала, не так, не перекрывал. Он соответствовал моей душе. На тот уровень, на то время мы были как бы на одном уровне развития души. Он пришел не просто так в мою жизнь. Это я все понимаю. Да, то есть я его в этом не обвиняю. Я сейчас вам просто рассказываю, как есть. У меня нет к ним в его сторону ни эмоций сейчас, ничего вообще. Даже ни злости, ничего нет. Вообще ничего. Просто вы спрашиваете, я отвечаю. Плюс, может, кому-то полезно что-то, знаете. Может, кто-то тоже такой путь проходит. Ну, слышит для себя вопросы. И поэтому на вопрос «Я его встретила и любила» я его встретила и любила, потому что мы были с ним на одном уровне развития души, роста души. И потом я стартанула дальше. Как мне сказала энергопрактика, я же сказала, проговорила это в сторис, что его душа пришла в твою жизнь, чтобы тебя... Ну, и действует она из любви. Из любви к твоей душе, да. Все так в мире в этом создано. Просто это нам сложно понять головой. Вот. А его как бы по факту он явился самым большим триггером в моей жизни. И по факту только благодаря ему я начала расти. Расти во всех отношениях. В финансах, в своем пути. Нашла себя. Я продолжаю расти там, ну, как этот... Работать с собой, развиваться. Ну, в общем, это же все вот благодаря его душе. Его душе. То, что так он мне сжал, так сделал мне сильно плохо. И только я, знаете, вот я себя так вижу. Он как будто меня вот так вот на дно сделал. Вот так я ногами. И я как раз его руки убираю. Ну, я так картину, знаете, это вижу. Убираю и отталкиваюсь. Вот меня как бы, ну, так скажем, да. Что никто меня на дно так еще не окунал, как он. И только благодаря ему, поэтому я так всплыла. То есть вот так. Да нет, вы лукавите, вы как раз-то испытываете эмоции, вы не сказали, обвиняйте. Я не обвиняю, я рассказываю, потому что я говорю, мне нужны юристы. И я... А как мне рассказать? Как рассказать эту ситуацию, которая как есть? Ну, вот, например, что он говорил, что это Тосина квартира. И что она принадлежит ей. И что, когда я просила у него помочь на квартиру, когда я покупала квартиру, я говорила, помоги, добавь хоть чуть-чуть. Даже не половину я просила добавить от квартиры, а половину Тосиной доли. Ну, как бы даже так я поделила. Говорю, чтобы у Тоси была полноценная комната. И он там не добавил, говорил, что вот Тосина квартира на Камчатке, и пускай она прилетает, живет здесь. Ну, и вот-вот, как бы так он закрывал этот мой вопрос. Как мне еще вам рассказать, чтобы это не звучало, как... Это вы меня так видите. Это ваш какой-то триггер срабатывает. И вы видите меня так, что я обвиняю. Может быть, у вас какая-то ситуация такая была. Может быть, в детстве. Может быть, знаете, как энергопрактики, расстановщики говорят, может, в прошлой жизни. Почему-то вам видится вот так. Почему-то вы меня интерпретируете вот так. Это, знаете, каждый... Вот это мне нравится даже, да, стою, есть такой Рилс. Сколько версий меня у каждого в голове. То есть, это ваша версия меня. Это не мое. Ну-ка, не было бы вам и проще откупные вам сто секвартины. Да, ну это... Села духа тебе в решении данного вопроса. Думаю, не думает ни о ком, кроме себя. И как бы лучше выглядеть перед обществом. Вы очень правы. Да. Так оно и есть. Как бы лучше выглядеть перед обществом. Мне вообще похрену это уже на это все. Я хочу просто юридически закрыть эти вопросы, чтобы у меня в дальнейшем не было никаких проблем. Я хочу понять, может ли быть прописан ребенок без родителя, либо если... Я хочу понять, может ли быть прописан ребенок без родителя, либо если... Я хочу понять, может ли быть прописан ребенок без родителя, Я хочу понять, может ли быть прописан ребенок без родителя,